Как не допустить зло в свою жизнь? Несколько советов. Не совершайте плохих поступков, будьте добрее, не обижайте надолго, не мстите, не критикуйте, забывайте в случае, если обиделись. Часше произносите для себя слова. Если сердце тревожится, это не важно. Не лезьте в жизнь к чужим людям, не лезьте в жизнь к своим детям. Помогайте, если хотите финансово, но не лезьте со своими нравоучениями. Не изменяйте им судьбу, не навязывайте, что вот мама захотела, ребенок будет делать, или там с ней нужно жить, а он там не хочет. Чем больше у человека безразличия внутреннего, тем он спокойнее. Чем больше в нем доброты сердечной, тем лучше будет у него судьба и тем больше будет везение. А где есть везение, там всегда появляется финансовое благополучие. Старайтесь максимально уделять внимание близким своим. Задайте себе вопрос, кто меня любит? И любят ли вас ежедневно? Вот в случае, если вас кто-то любит, то в вашу сторону будут идти финансы. Если вас никто не любит, то и финансово у вас не будет. Поэтому прежде всего ищите тех, кто вас будет любить. А как любить? Для того, чтобы вас любили, делайте что-то для другого человека, для людей безвозмездное. Помогайте, старайтесь помогать. Ищите друзей, общайтесь. Это все и называется обмен. Вас любит жизнь, дает вам деньги, но вас должен кто-то любить. А для того, чтобы кто-то любил, вам необходимо что-то для кого-то делать. Как сказал Достоевский, в глубине любого альтруизма находится нажива, но точно так же и у нас. Стараемся делать для кого-то что-то, и тогда это что-то превратится для нас в материальное благополучие. Муж обижает, нужно ли переедать.